В иллюстраторе CC есть отличная новая функция, которая позволяет паковать изображение в иллюстраторе, так же как в Adobe InDesign. В данном видео я покажу, как паковать изображение, которое можно выслать клиенту или в коммерческую печать. Сначала перейдем в меню File, а затем к Package. Можно использовать проводник Alt-Shift-Ctrl-P. После этого появляется место для размещения. Выбираю Desktop, чтобы легко добраться. Нажимаю Select Folder. Назову ее. В данном случае My Package Artwork. Внизу есть опции. Я могу скопировать линки. Если в файле иллюстратора есть растровая графика, он автоматически определяет их местонахождение и объединит с этой папкой. Можно собрать линки в отдельную папку. Изменить линки на документы. Это похоже на команды розыска этих файлов, а затем размещение в папке с дальнейшим присоединением документа к этим новым копиям. Можно копировать шрифты, использованные в документе. К сожалению, вам говорят, что нельзя включить шрифт Typekit. Наконец, можно создать отчет. После этого нажмите Package. Появляется предупреждение об ограничении копирования шрифтов. В целом, да. Этого нельзя делать. Не нужно распространять шрифты другим людям. Но в большинстве профессиональных случаев, отсылая на принтер для репродукции, шрифтами можно поделиться. Я не юрист и не буду говорить, что это можно делать. Я просто говорю, что большинство людей это делает безнаказанно. Нужно быть очень-очень осторожными и знать о разрешениях на распространение шрифтов. Если все в порядке, нажмите Don't show again и ОК. Это упакует ваше изображение, а затем вы сможете отобразить компоновку. Нажмите Show Package, и она появляется. В данном случае видно, что был включен новый файл иллюстратора, отчет, а также запаковались включенные шрифты. Если бы были файлы JPEG, TIFF, PNG, они бы тоже включились в упаковку. Затем это можно отправить на принтер или клиенту для окончательной доставки. Как я и сказал, эта функция существует в индизайне какое-то время. Но имея ее в иллюстраторе, является причиной, чтобы не покидать его. Если вам здесь комфортно, работайте с ним и воспользуйтесь новой функцией Packaging, чтобы отправить конечный результат в руки кого бы то ни было. Субтитры создавал DimaTorzok